Всем привет! В своих роликах я часто упоминаю, что когда-то играл Барбарой как основным ДД, и сейчас я решил повторить свой опыт, чтобы понять, ошибался я тогда или нет, и результаты моих экспериментов меня приятно удивили. Поехали! Но для начала Барбару надо прокачать. Аккаунт, на котором я прохожу игру за Эмбер, отлично для этого подойдет. Нас ожидает прекрасная встреча с моим любимым боссом в игре, Океанидом. Ну что, отдавай мне свои осколки лазурита по-хорошему. Ну или можно по-плохому. Я просто был не готов. Готовим курочку и возвращаемся. Ариведарчи! После сбора грибочков по Манштату и трех боев с Океанидом, мы можем прокачать Барбару до нашего уровня и вкачать ей первый талант. На остальные книг у меня нет. Книгу я взял ритуальные мемуары, поскольку она является самой имбовой книгой для Барбары. Позже я объясню почему. Артефакты я сначала снял с Эмбер, но потом решил переделать и поставить ей инструктора на мастерство стихий. И наконец, после всех приготовлений мы можем приступать к бою. А вот эти хиличурлы как раз будут для нас отличной мишенью. И тут вы наверное подумали. Ясно, автор кликбейтит, вообще он лох и ролик не имеет смысла. Как бы не так. А что если я вам скажу, что Барбара является одним из лучших ДД, не потому что она наносит очень много урона, а потому что она бессмертна. И чтобы вам это доказать, приведу пример. Кто смотрел аниме One Punch Man или читал мангу, скорее всего знает, что там есть распределение по классам, исходя из силы героя. Так вот, в S ранге, а это самый крутой ранг из всех, есть такой чувак Зомби Мэн. И давайте я кратко зачитаю статью про него. Он обладает очень мощной регенерацией, и на этом его преимущества заканчиваются. Физически он не слишком силен, боевыми навыками тоже не блещет. Никого не напоминает? Но Зомби Мэн входит в состав сильнейших героев, потому что он, блин, бессмертный. Он вооружен топором и побеждает сильнейших врагов, и у Барбары абсолютно такая же ситуация. Не все сильнейшие герои должны ваншотать врагов. Некоторые берут измором, а ритуальные мемуары нам как раз в этом помогут своей пассивкой, которая сбрасывает откат Ешки. И давайте я вам это докажу. Пиро Орхидея вообще не представляет для нас угрозы. Всего три минуты, и мы возвращаемся целыми и невредимыми. Но это слабый враг. Во древний геовишап другое дело. Смотрите, вон лежу балдею. Ммм, пельмишей нажрался. Довольный. Нам понадобилось всего девять минут. И древний геовишап тоже падает у наших ног, не представляя для нас никакой угрозы. Ну и кто теперь главный искатель приключений в Манштадте? Подвинься, Итер. Барбара идет. Вы, конечно, можете сказать, что девять минут это как-то долго для всего лишь геовишапа. Ну, может и долго, но опять мы выходим победителями, не получив урона. Но это все была лишь разминка для главного босса. Волчара, твой выход. Мне в ролике по Дарк Соулсу в комментариях писали, что я пусечка. Из-за того, что взял деда на бой. Ну и что вы скажете теперь? Всего восемь минут, и волк падает к нашим ногам. Только за деда я использовал еду, а за Барбару нет. Вывод, Барбара сильнее деда. Думаю, теперь у вас не осталось вопросов. Почему Барбара один из самых сильных дд в игре? Если у вас очень много свободного времени, и вы такой же дебил, как я, крайне советую. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова